Здравствуйте! Пословицы относятся к жанру фольклора, и существует целая отрасль знания – фольклористика. Само понятие фольклор было введено в европейскую науку в первой половине XIX века, в основном немецкими учеными, с использованием в качестве ключевого не немецкого, а даже английского термина «ло», что означает «древняя мудрость». И после этого начинается продолжающаяся до настоящего времени интенсивное изучение фольклора, его форм, фольклора музыкального, словесного, фольклора в некоторых других формах, в том числе синтетических, у разных народов, которые или говорят на разных языках, или живут в разных географических условиях, ну а, если возможно, на разных стадиях развития, которые можно изучать по материалам историческим. Сами пословицы или крылатые фразы, или афоризмы, как их называют, это короткие изречения, очень концентрированные, которые способны к самораспространению. В этом их главная особенность. То есть они содержат оценку поведения часто или поведенческую установку в типичных распространенных ситуациях. И в этой связи они могут группироваться по-разному, вокруг одинаковых ситуаций, примерно сходные оценки, позитивные, негативные, уточняющие детали этой ситуации. А бывает, когда ученые встретились с классификацией собранных отовсюду пословиц, когда расположили их в алфавитном порядке, то выясняется, что по поводу одних и тех же ситуаций встречаются в этом жанре ло, мудрости, и прямо противоположные. А уж какие были более распространены, в каких средах, как к ним относиться, какие у них прототипы, это дело сложное. Итак, сборники изречений, конечно, в силу этих особенностей, составлялись намного раньше, чем стали объектом внимания специальной отрасли европейской науки. Составлялись они еще на Древнем Востоке, переводились с одного языка на другой, и для одного сборника, может быть, переводились разные прототипы, имели устойчивое название, устойчивый объем с перечислением составных компонентов, чтобы ничего туда не добавить, не подмешать, ничего ложного, и сохранить этот авторитет традиции. И такой авторитет сохранялся на протяжении многих сотен лет. Затем они составлялись в Греции, затем они составлялись в Риме. В Риме на латинский язык переводились греческие, составлялись собственные. Затем они составлялись в Византии, часто переводились в составленные ранее в Греции на древнегреческом языке. Такой же жанр изречений имеют целые книги Ветхого Завета, книги Премудрости, книги изречений. И во многих книгах Нового Завета мы встречаемся со многими высказываниями или стихами, которые тоже представляют собой жанр изречений. В России первые издания пословиц появились еще в середине, почти в середине, в начале второй половины XVIII века. То есть существенно раньше, на одно или даже более чем на одно поколение, раньше, чем в европейскую науку был введен этот термин научной фольклористики, и стал сопровождаться изданием, собранием, комментарием соответствующих материалов. И сборники рукописные в России составлялись и в XVII веке, хотя книгопечатание тогда было. И впоследствии их стали изучать уже по изданиям XIX века. Видно, как это изучение трудоемко. Там пословицы для целей просто механического поиска часто располагались в алфавитном порядке, а уже выяснить, какие из них имеют прототип, может быть, например, и это вполне логично, вот в тех же названных только что библейских книгах, может быть, в каких-то греческих сборниках, которые имели хождение из Византии, поступали на Руси, переводились, в каких-то других сборниках с латинского языка, на каких-то других языках, новых языках того времени, есть сходные изречения. И опять выясняется, то ли они переводились на русский язык, то ли там и здесь есть некий общий прототип на древних языках, то ли нам непонятный прототип, то ли есть некий универсальный закон. И вот в такие детали мы входить не будем. И знакомиться с такими сложными изданиями, где необходимо по комментариям обращать внимание на все эти аспекты, тоже мы сейчас во вводном курсе не будем. Задача эта, наверное, и до настоящего времени еще не завершена. А познакомимся с тем, что, как ни странно, меньше всего известно, кажется, и до сих пор, хотя появилось еще в XVIII веке под названием «Сборники первых русских пословиц». Это время Екатерины II. Итак, выборные российские пословицы. Называется издание 1782 года. Мы будем знакомиться с этим на примере посильной классификации смысловой, а не просто в разброс, так как там это в оригинале приведено. И оригинал, ну, примерно, раз, наверное, в 30-40, больше, чем те примеры, о которых пойдет речь в сегодняшней лекции. Там это сотни изречений, многие десятки страниц. Итак, если царство разделится, вскоре разорится. Ну, здесь человеку, даже не изучающему специально, а имеющему небольшую эрудицу, а тем более по критериям того XVIII века просвещения, с изучением классических языков, с Библией как книгой фактически подручной, известно, что здесь есть даже не скрытая, а фактически прямая цитата из авторитетного библейского текста. Другое высказывание. «Беда глупости сосед». Попытаемся обратить внимание на то, что здесь интересно для комментариев с точки зрения построения, с точки зрения кругозора, которые имели еще древние риттеры, а также составители и издатели этих пословиц на русском языке. Не просто вот готовое высказывание, хорошо его запомнить и блеснуть при случае эрудиции, при уместном случае, а иногда и взять как руководство к действию. Но это целая тема для дискурса, как сейчас говорят, для диатрибы, как говорили древние ораторы и выступавшие перед аудиторией люди. Речь идет о мотивации, о причинах того, что привело к беде. Можно ли было ее предотвратить? Причины здесь связываются с разумной деятельностью человека, потому что антитезой глупости является ум. А другие искусные ораторы могут сказать, а не только надо рассматривать ум. А вот мы говорили об античной риторике, есть понятие рока, есть понятие каких-то непостижимых уму законов, и вот тогда тоже надо учиться себя вести. Вот какие сходу глубины в сознании людей, издававших, создававших, комментировавших эти сборники, здесь крылись. И они были готовы по первому требованию раскрыть эти глубины ученикам, потому что это и предлагалось для изучения в специальных школах под руководством опытного наставника. Ну, конечно, некоторые люди могут и самостоятельно многие из этих глубин сразу угадать и охотно использовать это как тему для рассуждения, как тему, а на латинском языке рассуждение называется диссертацию, как тему для большого, обстоятельного, даже и научного рассуждения. Следующее изречение. Всегда новизна, да редко провизна. Ну, в XIX веке в русской культуре эта тема распространилась в форме противопоставлений и конфликта отцов и детей. Это сочинение Тургенева, известный роман, но вот на сто лет раньше. И сразу интересно посмотреть, есть ли у нас такой кругозор и подручный материал, который позволяет показать, что это было очень актуально для тех вот древних народов, где впервые составлялись эти сборники изречений. Конечно, и для греков в переходной эпохе от архаики классики, от классики к эллинизму, римлян во многие переходные эпохи, в которые жил Цицерон. Всегда вот это было. Вал новизны или в переводе с других языков, для латыни, с ученого греческого языка, для других различных народов, которые знакомились уже с римской культурой. Такие ситуации достаточно типичны. Для России именно XVIII века, который называется веком просвещения, веком последствий петровских реформ, когда была проведена реформа книгопечатания, написания букв, было изменено, более легко читаемое. Впервые переводились многие издания, в том числе классических древних авторов. Учреждались новые виды школ, новые программы образования. И это, конечно, тоже было актуально. Ну и в XX веке, кто хоть немножко представляет это, свои актуальности не утратило. Всегда с этим и связаны пословицы. Мы видим, что фактически, как не пытайся уйти от прошлого опыта, всегда это оказывается актуальным. В суе законы писать. В суе, то есть, тщетно, зря. Ну, суе – это лексика XVIII века. Мы видим здесь наречие, корень суета, корень существительного. Ну, есть другие тоже грамматические формы. Когда их законы не исполнять. Тоже мы видим очень глубокое изречение. Оно связано с общественной востребованностью сферы права. На XVIII век, когда издавался этот сборник пословиц, во всей Европе еще действовали нормы рецепции римского права. Были многочисленные ученые-эрудиты в тех нормах. И только позднее, лет через 20-30, происходит отказ от этой рецепции римского права. Это европейская правовая мысль начала уже XIX века. И вот тогда можно сказать, ну и понятно, что не исполняли, они же устарели, это еще римские законы. Однако этого не произошло. И те, кто занимался областью права, кто занимался философией права в конце XIX века, в начале XX века, в том числе русские публицисты, подчеркивали, что нельзя от этого опыта отказаться. Они подчеркивали фундаментальные основы, неистребимые, универсальные, как для индивидуального, так и для группового поведения. Вот в той вековой тысячелетней мудрости, которые к тому времени уже назвали фольклором. «Гневаться без вины» – следующее из речения. «Не учись и гнушаться бедным, не стыдись». Здесь явное наставление, наставление дидактическое, поучение. Оно может входить в противоречие, если мы проанализируем ситуацию, с естественными, инстинктивными побуждениями. «Гнев» – вот эмоция, смутная эмоция, имеет подсознательные механизмы, имеет внутренний опыт, неистребимый, неизбежный для человека. И некоторые могут сказать, а он даже имеет и для данного человека, как сейчас мы можем встретиться с рассуждениями, позитивное влияние, некая разрядка, если он будет в себе вот это скрывать, будет саморазрушение. Вот это вечные темы, которые, конечно, детально были исследованы еще, скажем, античными философами стоической школы, где были целые книги о гневе. К сожалению, многие из этих целых больших книг до нашего времени не дошли. Они не пережили крах античной культуры. Иногда их эксцерпты, цитаты сохранились в тех или иных сборниках, которые были под рукой вот у издателей этой глубинной мудрости. Ну, то же самое, гнушаться бедным, не стыдись. Здесь легко привести некоторые поведенческие нормы, внутренние, групповые, какого-то содружества, может быть, какой-то семьи, какого-то кружка, где будет сказано совсем противоположно. Но когда такая норма издана от имени Екатерины Второй, правительницы России, это сразу поднимает статус. Такие явления, с точки зрения теории и культуры, важны. Бывает некий статус, который пытаются отнести к так называемому маргинальному, какому-то теневому, подковерному. Но, если внимательно посмотреть, он в таких знаменитых произведениях отражен, что если это все вычеркнуть, тогда и изучать вообще нечего, а на чем основывать тогда и свой авторитет, и свое поведение. Или вот такое искусственное предание своим авторитетам более высокого статуса неким нормам. Ну, это детали углубления и комментированного изучения уже конкретных культур. Горду быть, глупым слыть. Эта пословица показывает противоречие между самооценкой, которая может быть очевидна для человека, если он полон гордости ему. Может быть, и не важно то, что думают о нем люди, которые на современном языке не входят в его референтную группу. А здесь за сто с лишним лет до Спенсера, основателя уже европейской социологии, почти за сто лет до Куанта, тоже ученого, труды которого и деятельность лежат в основе европейской будущей социологии. В 18 веке обращается внимание на фундаментальное противоречие между собственным взглядом, самооценкой и оценкой в глазах окружающих. И, видимо, вот так просто выйти из этого противоречия не каждый человек решится. Для кого-то будет бесспорно внешнее мнение доминантой, для кого-то они будут уравновешены. Но это вот уже те ходячие нормы и способы детализации, углубления, которые в рамках фольклора, философии, риторики веками сопровождали вот эти кладези, концентрированные вековой и тысячелетней мудрости. Деньги много могут, а правда царствуют. Здесь речь идет о денежном обращении, обороте, о выгоде, об универсальном платежном эквиваленте, которые имели широкое распространение еще в древнем мире. Первая золотая монета появляется в 7-м, потом в 6-м веке, в Средиземноморье, греческие, персидские монеты, ленистические, римские монеты, до этого были серебряные монеты, до этого клады собирались в других формах, накопление сокровищ, и как там уже возникает понятие прибыли, куда это использовать, это уже дело деталей экономики. Но само наличие денег, само осознание того, что они дают возможности, являлось очень важным еще для Древнего Рима и для Древней Греции. И многие творческие люди, лирические поэты Древней Греции посвящали вот тому противоречию, которая кроется кратко в этой пословице, как название большой темы, целые сочинения, целые стихотворения или целые циклы. Добрый добру научает. Здесь идет речь о сходстве образа мыслей, скажем так, и о выборе учеником учителя или учителем ученика. Может быть, кто-то и не хочет учиться у того, чьи наставления, по его мнению, не являются добром для него или с точки зрения каких-то норм, или по другим внешним факторам. Но вот выбор здесь подчеркивается как выбор сознательный, как та ответственность, которую будет теперь нанести всегда на себе человек, посвященный вот в эту вековую мудрость, наученный этим пословицам, а они освящены авторитетом, в данном случае Екатерины, и целой вековой народной традиции. «Добрый привет и кошке приятен». Совсем современное изречение, но доброе слово мы знаем это в форме эстрадных даже выступлений и изречений второй половины XX века. Здесь другое несколько, другой акцент в слове «привет», может быть, и более глубокий, может быть, интересно. Оказывается, это еще середина XVIII века, а сразу интересен вопрос, а может быть, есть и более глубокий прототип. Но опять Риттер будет это использовать как благодатную ниву для своих рассуждений. Так они и делали. А почему в этом изречении пославлено слово «кошка»? Почему не сказать человеку? Почему не сказать всякому человеку, любому человеку, умному, слабому или так далее? Что, а почему не сказать там «тигру»?» Каждое из этих слов имеет в себе глубокую потенциальную возможность развития. Кошка – домашняя, распространенная, ласковая, приятная, полезная животное. Тигр – это животное враждебное, с которым не всякий укротитель решится встретиться, но может укротить, как говорили древние греки. В своих тоже мифах вековой давности Орфей, знаменитый певец, мог укращать своим словом, своим пением даже диких зверей. Следующее изречение – «краснопава перьем, а человек учением». Вот здесь противопоставление зримого, материального, украшения, эстетики и духовного, что всегда кроется и в пригодных для риттерского обсуждения изречениях, и в пригодных для философского изучения текстах, и в концентрированных для передачи грядущим поколениям культурных нормах. «Кто дело не знает, напрасно о нем и рассуждает». Ну вот интересно еще обратить внимание на то, что, конечно, не все пословицы, которые мы изучаем по сборникам, созданным составителями после долгого кропотливого труда, в каждую конкретную эпоху, у каждого конкретного народа были известны хотя бы большинству людей. У одного свой круг общения, у одного один уровень образования, у другой – другой уровень образования. Тем более, уже отмечалось, что ко многим пословицам можно найти прямые антитезы. Но вот очень, оказывается, трудно человеку не только неподготовленному, но и подготовленному сознательно, мотивировано, кратко и афористично попытаться с этим поспорить. С каким-либо из изречений. Иногда это и кажется просто невозможно. А вот когда познакомишься с каким-то софистически построенным изречением, начинаешь ощущать себя в ситуации, которая у философов называется ситуацией Буриданова осла. Это время еще европейского средневековья. Можно построить такое логическое рассуждение, когда не знаешь, что выбрать. А речь идет о практическом действии. Какой из связок соломы, правой или левой, вот этому голодному ослу обратиться, чтобы утолить жажду. И если он не утолит жажду, он просто умрет от голода. Если разум ему не даст правильного совета, так он тогда разум возьмет в качестве наставника для того, чтобы вступить на путь в голодной смерти. Вот это софизм. Это опория. То, что изучалось по методу построения, по цели построения и опровергалось. Еще в древней Греции. Кто завидлив, тот и обидчив. Здесь идет речь о глубинных, подсознательных основах, именно подсознательных основах поведения. Интересно, что они подмечены в русской и европейской, соответственно, культуре. Они были ведь под изданием Екатерины, доступны, конечно, и под вниманием и европейских читателей всех. За 100, почти 50 лет до появления психоанализа, до первой половины XX века, до Фрейда, с именем которого связывается внимание к подсознательной основе поведения. Здесь ничего другого при попытке это анализировать, кроме как углубление в присущее человеку подсознательное, то есть неосознаваемое им сходу, причины тех или иных своих действий или состояний мы указать и не можем. А если мы обратимся к названиям древних произведений, мы и увидим, что об этом были целые сочинения, этому были посвящены целые специальные курсы. «Кто наживет добрую славу, тот и по себе ее оставит». Здесь идет речь о том, что на языке социологии и психологии XX века называется психологическим временем. Для некоторых людей актуально в категориях второй половины XX века жить одним днем, сегодняшним мигом, сегодняшним часом. Для других актуально жить ближайшей перспективой, на месяц, на год, сдать экзамены, или свое дело завершить, или построить бизнес-план хотя бы до текущего календарного года, чтобы отчитаться. Остальное просто не поддается разумному прогнозированию. Для третьего важно, что о нем подумают его дети, которые растут, когда они вырастут. Для четвертого уже важна память потомков. Это часто встречается в произведениях поэтов, в произведениях художественных, когда такие акценты есть. И с этими акцентами имеет дело и культуролог, потому что именно такого рода ситуации, проверенные фильтром времени, оставшиеся, показавшие, что это не напрасные пожелания, не пустые мечты, и становятся объектом изучения при ретроспекции, при обращении к прошлому опыту. И вот напоминание о том, что и будущее даже не очень близкое, может быть, столь же важным, содержится в этой пословице. «Кто охочь лгать, того нельзя за друга принять». Здесь идет речь о разумном совете при выборе в актуальной ситуации поведения. Друг важен человеку во многих ситуациях для эмоционального личного общения, для помощи в конкретных делах. И вот как здесь быть стихийно, полагаясь на волю случаев, на советчика. Ведь эти все ситуации в художественной литературе, ну, того же XVIII века, на европейских языках, в литературе на русском языке, и в XIX веке, они многократно исследованы в разных сюжетах. Как бывает обманчива первая внешность, каким последствиям ведет первый незрелый эмоциональный импульс. А вот для древних культур, которые или не создали вообще профессиональной литературы, или которые создали такие эпические или фольклорные памятники, которые до нашего времени не дошли, это тоже, конечно, было актуально. Не нужно думать, что они могли просто выжить, не обращая внимания на то, что мы видим всегда фиксировано в маломальске доступных для изучения памятников, собственно, любой древности. Но просто они или более системно, или менее системно в тех плохо известных древних памятниках отражены. Чем ближе к нашему времени, тем материала больше. А оборотная сторона этого в том, что он иногда и более хаотичен, а хаотичность связана и с внутренней противоречивостью при попытке классифицировать то, что поддается такой классификации. Следующая пословица. Кто собою не управляет, тот и другого на разум не наставляет. Идет речь о зрелости, как мы сейчас скажем, о подготовленности с точки зрения образованности, с точки зрения каких-то других задатков, воспитанности, присущих человеку в силу его психологических установок и способностей характеристик для исполнения каких-то ролей, важных ролей в его личностной деятельности, связанных с общением, ролей руководящих, сейчас говорят о ролях лидерских или просто о ролях дружеских, о роли доброго советчика, каким ожидается должен быть человек более старшего возраста, хотя бы по отношению к более младшему, более сильный, по отношению к более слабому или в семье. И вот, оказываясь в подобного рода ролях, может быть, и без своей воли, время неумолимо, оно идет, меняет положение человека, сводит его с другими людьми, и вот выборы различные и прошлый опыт в подобных ситуациях напоминают такого рода пословицы. И как раз к этому изречение тоже может показаться кому-то парадоксальным и, может быть, даже лично неприемлемым, а может быть, даже и нерациональным. «Молоденький умок, что вешний ледок» здесь интересна сама литературная форма. Существительные и прилагательные здесь даны в уменьшительной, но не уничижительной, а ласкательной форме. Потому что, если сказать «молодозелено», как тоже говорится в некоторых афоризмах, может иногда показаться и обидно. А здесь это неизбежно. Ну и в природе такое неизбежно, тонкий ледок. А он не может быть сразу толстым без морозов. А он ломается. А без ледяной переправы в условиях другого времени года, циклично наступающего на другой берег, и не переправишься, как же тут быть? Ну надо подождать. А вот с точки зрения доминанта в самооценке молодой, энергичный, способный к риску, способный к динамике восприятия, может показаться все это лишнее. Все эти ограничения нерациональны. Они просто закрывают возможные потенции. Они не только внутренне нежелательны, но и социально неполезны. И вот это все те темы, которым посвящены многословные, а иногда и короткие, афористичные рассуждения, изречения в области той сферы, которая называется духовной культурой разных народов. На безделицу толпами бегут, а доброго и слышать не хотят. Ну вот здесь еще такая ситуация выбора, которую мы можем рассмотреть с точки зрения антитезы предыдущему высказыванию. Ведь есть же известное высказывание, древнее, в том числе и до сих пор известное, а устами младенца глаголит истина. Ну а там умок. А вот истина глаголит устами или каким-то непонятным образом по наитию из подсознания, вот его художественного дарования, младенец, он вряд ли и объяснит, почему он это говорит. Вот какие сложности сразу встают при попытке поставить то или иное изречение в сферу профессионального рассмотрения, как мы скажем на современном языке, даже рассмотрения междисциплинарного. А для древних это нормальное, профессиональное, философское, моральное, риторическое рассмотрение. И вот подобного рода изречение оно имеет прототип. Кто знает древних ораторов, легко его угадает, а кто не знает, должен очень много времени потратить, чтобы этот прототип найти. У одного из ораторов, может быть, это Демосфен, может быть, это и не Демосфен, просто не берусь сейчас сказать точно имя этого оратора в известных сборниках, было такое выступление, которое он делал по всем законам и говорил об очень важных делах. А народ по каким-то причинам переставал его слушать, а речь шла о принятии важного решения. И он в Древней Греции начинал видеть, что люди расходятся, то есть они не получат информации, которая им нужна, как членам народного собрания, а время это было чуть ли не перед заключением союза с Македоней, не перед началом похода Александра Македонского и создания антимакедонской и промакедонской и антимакедонской группировки в Греции. И в то же время это время расцвета, когда кроме Демосфена было еще 10 для греков столь же знаменитых ораторов, и их сочинения дошли как канон 10 ораторов. Так вот, он решил использовать прием. Он сказал, вот я давайте изменю тему рассуждения и расскажу вам быль. Поехали два человека в путешествие по пустыне, и осел у них, который вез по клажу, был только один. И вот заплатил за аренду этого осла, они были не очень богатыми, тоже один человек. И потом, когда они в пустыне решили в полдень немножко отдохнуть, тени нигде нет, решили в этой тени осла укрыться. И возник спор, а кому первому, и кому дольше. И вот тот, у кого были уплачены деньги, стал говорить, я первый, потому что я заплатил деньги за самого осла. А другой начинает ему возражать, ты заплатил деньги за осла, вещь материальная, а не за его тень, вещь уже нематериальная. И он, этот оратор, остановился. И люди тут стали говорить, те, кто уже ушел с этой площади, с огоры, как площадь называется у греков, вернулись и стали говорить, ну а что же было дальше? И тут он начал их стыдить. Вот вы какие несознательные граждане, вам предстоит вскоре принять решение по важному вопросу, касающимся судеб и вас, и вашего отечества, вашей страны и других народов. А вы меня не слушали, когда я говорил об этом, а когда я стал говорить о тени какого-то осла, все вернулись, даже ушедшие, и вот хотите меня насильно удержать, чтобы я вам разрешил этот софизм. Вот мы видим здесь завязка, кульминация и развязка, универсальные законы восприятия, притягательности, мышления, которые неотделимы от самой природы человека, индивидуальной и групповой природы, распространения той или иной информации. Ну, возвратимся к пословицам Екатерины. Напала на кошку спесь, не хочет и с печи слезть. Здесь, в сущности, речь идет о морали басен. Басни начинают в России быть известны благодаря творчеству Крылова в это, а в основном в последующее время. И вот там более длинные, примерно занимающие треть или половину страницы, сюжеты, изложенные иногда как пересказ древних сюжетов, иногда в силу того или иного искусства, более высокого или менее высокого составителя этой басни. И для позднейших поколений это искусство кажется уже не образцом риторики и стилистики, а трудно читаемым таким образцом изложения какой-то мысли и какой-то ситуации. В этих случаях под басню подводится краткая, афористическая, обычно в одну строчку мораль. Поскольку сборники пословиц имеют вот этот фольклорный характер, и еще у греков они бытовали веками, у римлян бытовали веками, и вот расхождение стилистики с нормами того языка, на котором их начинали читать впоследствии всегда было, то вот эта краткая мораль, она по многим причинам, и по психологическим, и по философским, и вот чисто по причинам филологическим, литературным, она всегда сопровождает обычно эти сборники. И в данном случае это мораль. А какая более подробная ситуация? Почему кошка, а не человек? Потому что если говорить о человеке, надо будет говорить о мотивации неосознанной его поведения, он ленивый, а лень – это укоризна, как правило. Во многих нормах мы сразу увидим признак укоризны в связи с ленью. И так нельзя делать, ты и себе повредишь, и другие от тебя не этого хотят, и на работе нельзя лениться. А он скажет, а вы же не знаете у меня, или опыт прежний не стимулирует деятельность, или состояние здоровья. И вот через сто лет в России, это очень подробно, в художественных произведениях Гончарова, например, в известном романе Обломова, Обломов, где идет дискуссия Штольца, вот этого активного деятеля по реформенной России в области экономики, и вот того Обломова, как бы любителя, лежать на печи, вот этого сказочного героя. И он мотивирует иногда в откровенном разговоре причину нынешнего поведения, иного неизвестного никому уже, кроме него, не зафиксированного его поведения в молодости, и вот такое развивается. Смотрим дальнейшее изречение. Не все то перенять, что по реке плывет, не все то переслушать, что люди говорят. Здесь идет речь о зрительном и словесном образе. По реке плывет что-то материальное, плывет какой-то мусор, как мы можем сказать, смытый рекой или специально сброшенный в реку, когда не было этой системы водостоков, в том числе с поселений, как правило, находившихся на берегах рек. И крупные поселения не могли обойтись без крупных рек. И вот переслушание, то есть восприятие слова, воспринятие мудрости, восприятие того, что относится к духовной культуре, этому уподобляется. Если назвать вещи своими именами, возникнет конфликтная ситуация. Как вы какую-то мудрость, поведенческую установку, известную в какой-то вот такой-то референтной группе, уподобляете вот такому-то нехорошему, очевидно, имеющему негативные ассоциации материальному предмету, да вас надо по нормам права, оно всегда действует в разных обществах, писанное или не писанное право привлекать к ответственности. И вот в этом особенность иносказания, изопово языка для басен и афористичного языка, кратко, но метко, для сборников пословиц. И в этом особенности их жанра, как фольклора. Далее. «Не смейся над старым, сам будешь стар». Здесь идет речь о цикличности, неизбежной человеческой жизни, о разном психологическом времени на современном языке, о напоминании о том, что на текущий момент для многих людей не актуально, но, тем не менее, будет неизбежным. Ну вот у поэта известного Акуджавы 22-го половины 20-го века на эту же тему есть другие поэтические строки. Мы увидим, что совершенно на эту же тему мы сами себе сочиняем и песни, и судьбы, но горя тому, кто одернет не вовремя нас. То есть на данный период жизни вот размышления о будущем по ряду причин не актуальны или являются безусловной доминантой. «Не смейся слепому и хромому, чтобы самому не быть такому». Здесь мы видим интересный материал для изучения грамматики, исторического синтаксиса и грамматики. «Не смейся над кем», мы бы сейчас сказали, а здесь «не смейся кому». Вот для того архаического языка и для более архаического, и для прототипов на древних языках классических такое управление было характерно, с одной стороны. С другой стороны, это архаическое управление позволяет создать рифму слепому такому. И мы уже скажем, чтобы не быть такому или не быть таким. Ну вот, дальше идет уже рассуждение о нормах просто исторической стилистики. «Не хвали сам себя, есть много умнее тебя». Ну, для краткого знакомства постараемся оставить место для творческого анализа, восприятия каждым человеком таких коротких афоризмов, и постараемся несколько из них дать достаточно в быстром темпе, уже без комментариев, показав, как этот комментарий можно делать, и чего бесспорно заслуживает углубленное рассмотрение таких афоризмов. Просто познакомимся с серией высказываний конца XVIII века, изданных в сборниках. «Праздность и старых повреждает, а молодым немалый вред бывает». «Самолюб всякому не люб». Ну, «самолюб» форма архаическая, мы бы сейчас сказали «самолюбивый». Но «самолюб» и с точки зрения современной грамматики, наверное, это не ошибка, это просто историческая форма. «Труды человека кормят, олень портит». «Умел дитя родить, умей и научить». Ну, здесь то, что было актуально для реформ образования, именно века просвещения, создания форм обучения, именно вот второй половины XVIII века, и останется актуальным на протяжении всего XIX века для России, и вряд ли мы скажем, что хоть сколько-нибудь менее актуальным и на протяжении XX века. «Утро вечера мудренее». Кажется, это пословица древняя, и так может даже и показаться, может быть, кому-то, что вряд ли найдем какое-нибудь время тысячу лет назад, может, даже пять тысяч лет назад, может быть, даже десять тысяч лет назад, что вот это постоянно сменяющееся время суток, утро и вечер, постоянно возникающие ситуации охоты, земледелия, собирательства не приводили бы к человека к фиксации наблюдаемого им по своей жизни многократного явления. А если он сам не зафиксировал, то человек более старший такое или услышал от других, или зафиксировал, и имел возможность кратко напомнить. «Чем поиграешь, тем и зашибешься». Тоже актуальная ситуация, и тоже очень трудно сказать с точки зрения времени возникновения игры, как нейтральной, необидной, нетравмирующей ситуации, но необходимой для освоения уже трудно в учении, легко в бою, мы знаем другую пословицу, развивающую эту мысль, необходимой для всякой профессиональной деятельности, в том числе и связанной с опасностью, без которой жизнь людей тоже немыслима. Шутку шути, а людьми не мути. И рассмотрим еще на хотя бы кратком примере еще одно издание. Оно называется «Российская азбука для обучения юношеству». Обучение кому? «Гражданское начальное учение». 1781 год. И вот здесь такие изречения. «Всякое дитя родится не ученым». «Долг родителей – дать детям учения». «Не делай другому, чего не хочешь, чтоб тебе сделано было». И еще два изречения посмотрим из этого сборника. Разумный человек всегда может найти упражнения, имеется в виду занятия для себя, совершенствование для себя. То, что во второй половине XX века психология называет самоактуализирующимся типом личности. И, наконец, изречения. Бранные слова оскорбляют уста, из которых исходят. Столько же, сколько и уши, в которые входят. На этом наша сегодняшняя лекция о пословицах закончена. До свидания.